Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вас всегда ждут свежие видео по поводу всего, что выходит в нашей игре. Хотите быть в курсе всех событий? Подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну а сегодня мы покрутим с вами свежую рулетку на Т95Е6 Пиранье. Обалденный танк 10 уровня, который все ошибочно считают тяжелым танком. Нет, ну номинально в игре он значится как тяжелый танк, но по факту играется как средний и мне, честно говоря, он очень сильно нравится. Если вы играете на нем как на среднике, то будете получать массу удовольствия. А если будете воспринимать его как тяжелый танк и ехать со всеми тяжами продавливать направление, то, соответственно, будете расстроены, потому что вас будут очень быстро разбирать. Брони здесь практически нет, зато есть просто, просто чумовая подвижность. Целых 50 километров вперед, 15 километров назад и очень бодрое орудие, которое накидывает по 400 единиц каждые 8 с копейками секунд. Не буду вдаваться подробностей в отношении Пираньи. Я положил вам ссылочку в описании к данному видео с абсолютно честным обзором на данную машину. Переходите, посмотрите, на что она способна. Ну а крутить рулетку буду у себя на одном из твинковых аккаунтов, где у меня есть 7500 голды, ну и, соответственно, нет самой Пираньи. На основе Пираньи есть и крутить на основе смысла для меня абсолютно никакого нет. В отношении ценника я лично считаю, что это, ну, в край годная рулетка, потому что, наконец-то, и, кстати, я обратил внимание, что это уже вторая, причем вторая и по очереди, рулетка на нормальную породистую машину, которую оценивают разработчики при прокруте до самого конца в обычный нормальный ценник хорошего набора. У нас десятка, 20 прокрутов, и за 20 прокрутов вы отдадите ровно 22 тысячи золота. Причем последние два прокрута не, как обычно, самый дорогой, а потом немножко дешевле, а очень дешевые два прокрута, но тому есть определенное объяснение, к этому вернемся чуть позже. Так или иначе, если заберете машину до 18 прокрута включительно, то отдадите за все, что вы получили вместе с тачкой, 21 904 голды. 19 прокрутов не сильно сделают дороже данную рулетку, 21 992. Ну и, соответственно, 8 голды добавьте, и будет ровно 22 тысячи. В принципе, ребят, 22 тысячи за набор, в котором вы получаете Т95Е6, нормальную хорошую играбельную десятку, легендарный внешний вид, несколько разных контейнеров, плюс два контейнера американских, из которых, возможно, вам еще что-нибудь выпадет, ну и плюс к тому иксы. Короче говоря, ребят, это действительно типичный, обычный набор с десяткой за типичную нормальную цену в 22 тысячи. Поэтому, если вы хотели пиранью, то можно крутить, в принципе, абсолютно спокойно до конца, ну и, соответственно, забрать себе машину с дополнительными бонусами. Что в отношении шансов? По шансам здесь, ребят, ну прям совсем разработчики похихикали 0,008. То есть даже не 0,8, не 0,08, а 0,008. Короче говоря, шансы достать машину до последнего прокрута практически отсутствуют. В отношении шансов выпадения чего-то другого меня порадовало то, что, допустим, да, кредиты у нас забирают 49% на себя, но в то же время сразу стартуем по контейнерам «Собери их все» с 18%, с 19% стартуем по мистическому контейнеру. Короче говоря, не самые дешманские награды забирают на себя самое большое количество процентов по шансу выпадения. В целом, за это тоже разработчикам спасибо. Обратил, кстати, также внимание, но это больше просто отступление от темы, что у кого-то, кто формировал ценник на рулетку, есть какая-то необъяснимая любовь и тяга к цифре 8, потому что цифра 8 встречается в каждом из этих ценников. К чему бы это? Не знаю, пишите свои предположения в комментариях, у меня действительно нет этому объяснения. Ну что, ребят, давайте начинать крутить 58 голдовых. Мне сейчас принесут, скорее всего, контейнер «Собери их все», я, по крайней мере, на это надеюсь. Здесь у нас 3 контейнера «Собери их все», 3 мистических, 2 американских и плюс еще есть бомбические конты. Ну что, мистик? Мистик, я ожидал «Собери их все», ну ладно, окей, хорошо. По крайней мере, не кредиты с вероятностью 49 процентов и 100 голды. Уже нахожусь в плюсе по талисманам, мне необходимо еще 4, соответственно, из этой рулетки однозначно забрать не смогу. Крутим, 88 голды. Ну, давай, родимая, не подкачай, покажи мне, покажи мне всю свою красоту восьмерок. Я, кстати, вспомнил, вспомнил, восьмерка, ребят, восьмерка в нумерологии, если я правильно помню, это цифра к деньгам. Так что, скорее всего, скорее всего, в этой рулетке сразу заточено на то, что везение в отношении прибыльности должно быть прям на высшем уровне. Так, собери их все, собери их все, открываем. Ну, талисман, все, забрал. Не получилось, не получилось. Пока с прибыльностью не сильно хорошо, пока просто идем в минус. 388 голдовых. Давай. Еще один мистик. Слушайте, ну, на контейнеры в рулетке действительно везет. Тут вопросов нет, вопрос только в другом. Насколько вы конкретно счастливчик в отношении открытия контейнеров? Насколько вам в этом отношении везет? Пишите, опять-таки, в комментариях, насколько часто вы достаете какие-нибудь тачки. Да, пускай они самые годные, но вообще в целом, насколько часто танки выпадают вам в последнее время из контейнеров? И из каких? Мне будет интересно почитать. Ну, и, соответственно, я буду для себя плюс-минус понимать, кому на что больше везет. И, глядишь, тоже буду в ту сторону склоняться. Ближе к тем, которые побеждают. Итак, ребят, забираю x10 в количестве трех штучек. 988 голды. Жаль, на всю рулетку не хватит. Хотелось бы, конечно, на Т95 и 6 поставить в ангар на этом аккаунте. Но, ладно, может, может, все-таки игра сжалится надо мной и даст мне хоть какой-нибудь танчик за 7500 потраченного золота. Ну, а давай, собери их все. Еще один шанс получения машины, как говорится, из ниоткуда. Какой-нибудь крайне неожидаемый. Ничего. Танка здесь не будет. Ладно. Хорошо. Продолжаем. 1188. Ай, блин. Ну, так хотелось. Так хотелось, чтобы хотя бы контейнер еще упал. 1288. Это будет последний мой прокрут, потому что дальше будет дороже. Коллекционки какие-то продавать на аккаунте ради того, чтобы рулетку покрутить. Я смысла никакого не вижу. В конце концов, их потом придется выкупать в два раза дороже. Ну, и мой последний шанс что-нибудь достать из рулетки. Ну, давай. Давай, родимая. Давай тачку какую-нибудь мне. Пожалуйста. Еее. Бадгер. Бадгер. Эй. Бадгер становится за неполные 7500. За неполные 7500 становится Бадгер ко мне в ангар. Это просто круть несусветная. Ребят, я не могу вам гарантировать, что каждому из вас будет выпадать из рулетки, из контейнеров какой-нибудь годный танчик Для меня, да, для меня получилось прям совсем вкусно, совсем в кайф и в край выгодно Это безусловно факт, не обязательно, что вы будете тоже на моем месте и вам повезет точно так же Но стоит отметить, что сама рулетка в отношении ценника действительно абсолютно полностью сопоставима со стоимостью обычного нормального, хорошего наборчика, в котором будет пирания со всякого рода плюшками Крутить рулетку или не крутить, безусловно, решать исключительно вам Я рекомендую все-таки приобретать танки непосредственно с магазина, так как все-таки не факт, что та интересующая вас машина, которая где-то спрятана Действительно появится из какого-то контейнера именно у вас Я побежал снимать следующее видео специально для вас Вам, друзья мои, счастья в прокурте рулетки, везения, обязательно мира и спокойствия Всего хорошего, всем пока-пока